спорим вы еще никогда не использовали это средство для орхидей а мне довелось это сделать когда для чего и при каких обстоятельствах я его использовала а также можно ли изготовить это средство в домашних условиях мы узнаем из сегодняшнего видео кроме того в сегодняшней программе вздутия пузырьки и пупырышки на листьях орхидей для чего пригодится лак для ногтей глобальная авантюра 2023 года посылка из португалии во владивосток как выглядит логотип почты португалии всадник на коне с трубой как работает почта португалии как выглядит почтовое отделение в португалии и сколько будет идти посылка из лиссабона во владивосток вы тоже узнаете из сегодняшнего видео когда и как зацветет фаленопсис из посылки и сможет ли он это сделать в принципе если на улице около 40 и выше привет друзья я очень рада встретиться с вами вновь на канале классика орхидейного жанра ну а теперь об этом и о многом другом как всегда по порядку для тех кто торопится и для тех кому нужна исключительно информация по лечению орхидей в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к видео размещены тайм-коды или временные коды для быстрой навигации по видео в последних числах марта 2023 года то есть пять месяцев назад наш международный специальный корреспондент элина унгер посетила португалию город лиссабон в качестве эксперимента мы уже отправляли посылки из разных европейских стран во владивосток посылка с канарских островов шла до владивостока шесть недель из германии пять недель из франции открытка дошла до владивостока за четыре недели и нам было очень интересно как справиться с поставленной задачей почта португалии почта португалии или стт кариес де португалия является частной логистической почтовой компании она была выкуплена у португальского правительства в 2014 году логотип стт имеет красный цвет и изображает фигуру скачащую на лошади и дующую в рог цены на почтовые услуги в португалии как правило ниже средних по ес они варьируются от четырех с половиной до двадцати евро даже международный к слову сказать посылка из лиссабона во владивосток весом почти два килограмма обошлась от правительницы 1860 евро плюс налог в общей сложности действительно около 20 евро отправление по россии порой стоят дороже и идут дольше то посылка которую элина сейчас держит в руках дошла из лиссабона во владивосток всего за две недели ровно семь календарных суток заняла дорога из лиссабона до москвы и еще семь суток из москвы во владивосток и это самый лучший самый быстрый результат почтовых отправлений за всю историю наших экспериментов и так 3 апреля 2023 года я получила посылку весом почти два килограмма во владивостоке уже в момент получения я заподозрила неладное углы посылки были надорваны и из них торчали обрезанные цветоносы фаленопсиса да да вы не ослышались впервые за всю историю наших экспериментов мы решили отправить в посылке фаленопсис интересно какой мое знакомство с этим растением началось еще там в португалии элина показала мне свое приобретение прямо из гостиницы фаленопсис сорта ягуар был выбран элиной не случайно именно этот сорт цвел у элины более чем на 40 цветов длинные листья и хорошо сформированная розетка с достаточно хорошей но мокрой корневой системой время путешествия элины было крайне ограниченным поэтому орхидея отправилась в дальний путь с влажными корнями как вы думаете что произойдет с влажными корнями орхидеи за две недели пути в темноте как показала практика ничего не произойдет корни подсохнут хоть на стенках горшка и сохранится испарено если конечно же посылку не запаковать излишне герметично таким образом если вы из посылки которая была в пути 5-7 дней достали орхидею с гнилыми корнями скорее всего эти корни сгнили у нее еще до отправления как вы сами видите если у орхидеи здоровые корни на момент отправления даже путешествуя во влажном виде с этими корнями ничего не случится даже за две недели пути листьям орхидеи повезло в разы меньше каждый кто когда-либо отправлял или получал орхидеи почтой знают что почтовое отправление это всегда риск в пути посылки кидают швыряют порой на них стоят или сидят они едут на автоматических транспортерах и претерпевают все самые сложные испытания в этом вопросе ягуару действительно не повезло практически каждый длинный лист этого растения не считая фласочных был поврежден продольные и поперечные заломы на листьях отломанные концы листьев и даже бактериальные поражения вот те последствия о которых мы должны знать те последствия которые могут случиться во время длительной транспортировки растений при таких поражениях надо быть очень решительными и очень быстро пораженные места отрезать не инфицированные сухие и чистые сломы я обрабатывать не стала они самостоятельно подсохли на воздухе в первые дни после столь длительной транспортировки я вообще решила просто наблюдать за растением поскольку мы не ожидали что посылка будет доставлена так быстро несколько дней а то и неделя в запасе у меня было тем более что уже при первичном осмотре вновь полученного растения у меня возникли некоторые подозрения на стволе фаленопсиса после вскрытия посылки и контакта с воздухом стало отчетливо проявляться темное пятно как известно я противник поспешных действий и поэтому я решила понаблюдать несколько дней в данном случае нескольких дней не потребовалось проблема распространялась по стволу орхидеи так быстро что медлить не стоило я не знаю как в моей голове работает алгоритм подбора средства для лечения орхидеи но в данном случае я четко понимала что любое средство на водной основе этой орхидеи не подойдет мой выбор пал вот на это натуральное средство не поверите если вы живете там где растет эвкалипт вы можете сделать это средство сами ведь это уникальнейшие средства растительного происхождения спиртовое извлечение из листьев эвкалипта попросту сказать это спиртовой настой листьев эвкалипта это средство точно так же как и спиртовой настой листьев эвкалипта проявляет бактерицидный противовирусный фунгицидный противопротозойные и противовоспалительные эффекты Поскольку природа этих поражений мне была непонятна и не ясна, для борьбы с этими поражениями я решила воспользоваться именно этим средством очень широкого спектра действия. Как я использовала это средство? Я разводила хлорофилипт в пропорции 1 к 1, то есть к 1 мл хлорофилипта добавляла 1 мл кипяченой воды. Полученным раствором я смазывала все пораженные участки ствола орхидеи точечно с помощью ватной палочки. И здесь необходимо еще раз напомнить, что все больные орхидеи с поражениями неизвестного происхождения водным процедурам не подлежат. Иными словами, такие орхидеи мы не купаем, не опрыскиваем и даже не протираем. Водой и водными настоями. В первую неделю я обрабатывала все эти поражения раствором хлорофилипта ежедневно, а в дальнейшем стала обрабатывать один раз в неделю. До каких пор проводить обработки подскажет вам сама орхидея. Если предложенное средство подошло для лечения, пятна перестанут распространяться, а орхидея начнет активно развиваться. В данном случае весь процесс лечения занял ровно один месяц. И 1 мая 2023 года орхидея проявила первую активность. У нее появился новый молодой лист. Даже здоровые орхидеи, не перенесшие стресс длительной транспортировки, крайне редко проявляют такую быструю активность. Две недели в пути в темноте, тяжелое заболевание, лечение месяц и новый лист. И ведь не только лист. У орхидеи активно начала развиваться корневая система. Самым главным достижением в данной ситуации явился корневой рост от ствола орхидеи. Спустя полтора месяца пораженные участки стали подсыхать, а из ствола буквально из каждого его сантиметра появились новые молодые корни. Именно эти действия орхидеи показали мне, что лечение можно прекращать или оставить его на профилактическом уровне. То есть обрабатывать орхидею с интервалом в один месяц. Но к концу второго месяца пребывания орхидеи в моих домашних условиях она преподнесла мне еще один сюрприз. Отрастив первый лист на 5-6 сантиметров, ягуар решил выпустить еще один лист. Бытует мнение, что орхидеи крайне медлительные растения и за год могут вырастить лишь одну пару листьев. А то и вовсе всего один лист. Моя практика показывает, что это не так. Орхидеи могут быть очень шустрыми и очень активно развиваться, если для них подходят условия содержания и уход. Когда страх за жизнь орхидеи ушел, тургор листьев восстановился, а листья расправились и разгладились, я начала рассматривать их более пристально и увидела вот это. В комментариях под видео очень часто спрашивают о разного рода пузырях, вздутостях, попырышках и прыщиках на листьях орхидей. Что это такое и чем это может быть чревато для орхидей? Иногда эти пузыри мягкие, иногда твердые, иногда в них можно даже рассмотреть присутствие нечто живого. Если такие пузыри вы увидите на молодых и невызревших листьях орхидеи, то вполне возможно это кладка насекомых вредителей, в частности трипса. На старых листьях орхидеи это может быть все, что угодно, от водянки до грибницы. И никто без лабораторного анализа не даст вам точный, стопроцентный ответ. Что я делаю в подобных случаях, чтобы перестраховаться? Я запечатываю эти пузыри, пупырышки и прыщики обыкновенным лаком для ногтей или клеем. С помощью такого метода Элина в Испании запечатывала даже кладки трипса на молодых листьях. Вредитель не смог выбраться из такой запечатки. Под лаком кладка трипса подсохла, а лист удалось сохранить. Если красные пятнышки на листьях вам не очень нравятся, вы можете выбрать бесцветный лак для ногтей или же клей. Я запечатала это вздутие в середине июня этого года. С тех пор прошло полтора месяца и все у листа замечательно. А теперь давайте оценим прогресс развития растения за два с половиной месяца. Из покупного транспортировочного горшка пересаживать орхидею я не стала. Перед отправкой для того, чтобы избежать излишнего травмирования орхидеи, весь субстрат, который можно было высыпать из горшка орхидеи, Элина высыпала. В связи с обнаруженными проблемами на стволе орхидеи, досыпать субстрат в домашних условиях я не стала. Таким образом, все два с половиной месяца в домашних условиях орхидея продолжала развиваться в покупном горшке, покупном субстрате, в котором присутствовал торфяной стакан. И вот сейчас я еще раз хочу обратиться к новичкам. Если у вас нет достаточного опыта для беспроблемной присадки орхидеи, не торопитесь это делать. Орхидеи прекрасно растут в покупных субстратах, по крайней мере в течение года точно. Повторим фразу, которая уже стала крылатой. Не субстрат определяет развитие орхидеи. Развитие орхидеи, ее динамичное, развитие определяют условия содержания и уход за орхидеей. Посмотрите на свои экраны. На момент получения у орхидеи было 3 пары полноценных взрослых листьев и еще пара фласочных. Итого 4 пары листьев. В моих домашних условиях за 2,5 месяца орхидея растит еще пару листьев. Итого 5 пар листьев на растении. Напомню, в момент приобретения в последних числах марта этого года орхидея была цветшей. Перед отправкой в посылки Элина срезала оба цветоноса до первой нереализованной меристемы. И что вполне естественно, скорого цветения этой орхидеи никто из нас не ждал. Тем более в разгар лета, когда столбики термометра поднимаются до 40 градусов Цельсия и выше. Так могут или не могут орхидеи цвести в жару? Самые внимательные из вас уже наверняка заметили и ответили на этот вопрос. Конечно же могут. Орхидеи не только могут цвести в жару. Одновременно в жару они могут растить по 2 листа одновременно и невероятно большое количество корней. И прямо из тех мест, где еще совсем недавно были видны страшные поражения ствола. Новый цветонос каким-то особым способом я не формировала. Я начала крепить его к прежнему цветоносу. Каких-либо рекордов от первого цветения я никогда не жду. Оно для меня скорее цветение знакомства. Я знакомлюсь с новым для себя сортом. Как он будет формировать цветонос самостоятельно? Как будет располагать цветы на нем? И сколько будет цветов, если растению не помогать? Период невыносимой жары во Владивостоке сменился периодом проливных дождей, тайфунов и циклонов. Приморский край в этом году побил все возможные рекорды за ближайшие десятки лет по количеству выпавших осадков. И Владивосток, как всегда, в числе рекордсменов. Поэтому свой первый цветок первого домашнего цветения ягуар распускал в темноте, сырости и по большей части под искусственным освещением. По вновь распускающимся цветам ягуара можно было легко составить температурную карту ближайшего месяца. Чем выше была температура на момент формирования бутона и цветка, тем цветок был светлее. И наоборот, чем прохладнее и темнее становилось, тем темнее становился цветок. Проходили дни, а за ними недели, и не было ни одного солнечного дня, чтобы показать вам красоту этих цветов. И вы сами сможете в этом убедиться, ведь съемка при искусственном освещении или вовсе без него совершенно никоим образом не показывает истинную красоту этого невероятно красивого цветка. Совсем другое дело – съемка на солнце. Солнце проявляет все и глубину цвета, каждый штрих, каждое пятнышко и каждую конопушку на цветке. Вот такой цветонос смог сформировать ягуар без моей помощи. Самостоятельно. Несмотря на природные катаклизмы, несмотря на температуры в 45 и на проливные дожди, он распустил все заложенные бутоны, все до одного. Нет ни одного повторяющегося по цвету цветка, каждый цветок индивидуален, все они разные. Этот сорт для любителей темных, бархатных и насыщенных цветов. Сорт ягуар – это сорт голландской селекции, старый, хорошо проверенный в выращивании сорт. Первый цветок открылся почти месяц назад, 6 августа. Несмотря на это, пока аромата у данного сорта я не ощущала. Цветок у данного сорта средний, его размер 9-9,5 см. Как вы уже наверняка заметили, у данного сорта очень длинные листья. В целях экономии пространства, все листья своих фаленопсисов я поднимаю, или делаю так, чтобы они росли вверх. Это значительно экономит место на подоконнике в осенний, зимний, весенний холодный период, когда растения не могут жить на открытом балконе. И вот теперь, когда мы видим ягуара в полном распуске, на пике своего цветения пришло время подвести итог. Какого результата мы достигли за 5 месяцев пребывания орхидеи в моих домашних условиях? Напомню, на момент получения орхидея была больна. Итак, за 5 домашних месяцев орхидея вырастила 2 полноценных листа. Нарастила огромнейшее количество корней, в том числе из больного ствола. И апофеозом адаптации орхидеи дома стало первое домашнее цветение. Благодаря правильно подобранному лечению и чудодействию хлорофилипта, я не только не потеряла орхидею, но и получила вот такой достойный результат. Сегодня 1 сентября, первый день осени, а для Владивостока в соответствии с климатической зоной впереди еще один месяц лета. Ведь лето для нас длится с начала июля по конец сентября. И я очень надеюсь, что в сентябре мы насладимся солнцем, летом и теплом. Всем тем, чего в августе нам очень сильно не хватало. Друзья, пожалуйста, не забывайте делиться своими впечатлениями от увиденного в комментариях. А мне лишь осталось напомнить вам, что 23 минуты вы провели на канале классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если это видео оказалось для вас интересным и полезным, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас наверняка очень много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok